Всем привет! С вами 3dresourcemegaobzor.com И сегодня героем нашего обзора будет Система охлаждения Cooler Master Hyper 212 Black Edition Она в ближайшее время появится в России Вышла в двух версиях Это оригинальный Black Edition и также есть еще RGB Соответственно идет с вентилятором с подсветкой Поддерживая все актуальные платформы Intel и AMD Это первый подробный обзор данной системы в сети Надеюсь он будет для вас интересен и полезен Кабель включает усиливающую пластину Тюбик с термопастой Опорные пластины Разветвитель питания для двух вентиляторов Дополнительную пару скоб Подробную инструкцию по установке Cooler Master Hyper 212 Black Edition Видимым отличием у него стало от выпущенных ранее модификаций А вышло их уже несколько Мы тестировали, например, Hyper 212 Turbo LED Стала окраска всей конструкции в черный цвет В таком-то самом исполнении он смотрится интересней Добавилась дополнительная декоративная пластина на верхней части радиатора С выступающими колпачками на концах медных трубок Отлично будет смотреться в корпусах с прозрачной боковой стенкой А таких сейчас много Гармонирует с общим дизайном материнской платы Здесь же опять же можно будет обратить внимание на Hyper 212 RGB Если вам нужна подсветка и вы готовы за нее переплатить В темный цвет также никелированы основания и медные тепловые трубки 4 медные трубки с прямым контактом с теплораспределительной крышкой процессора Сами трубки равномерно распределены по всей площади Есть дополнительные ребра на основании, повышающие эффективность отвода тепла Радиатор Cooler Master Hyper D11 Black Edition состоит из 57 алюминиевых пластин Толщиной 0,5 мм Расстояние между пластинами 2 мм Пластины напрессованы на медные трубки без дополнительной пайки На боковых сторонах продольной канавки Используются они под фиксацию вентилятора при помощи скот Дополнительно комплектному вентилятору можно будет добавить еще один Скобы под это есть Оснащена система охлаждения 120 мм вентилятором Саленсио Корпус которого окрашен черный цвет Скорость вращения регулируется в диапазоне от 650 до 2000 минут Установка его организована достаточно просто Первым шагом устанавливаются опорные винты, усиливающие пластину Они прижимаются пластиковыми фиксаторами Далее она прижимается при помощи трех опорных гаек на материнской плате Прижимает опорные пластины на основании Cooler Master Hyper D11 Black Edition При помощи крестовой отвертки Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора И прижимаем к конструкцию Для установки потребуется предварительность вентилятора Кулер не перекрывает ближайшие слоты оперативной памяти Обеспечивая широкую совместимость с остальными компонентами Тестирование мы проводили с процессором Intel Core i7 7700K И на штатных частотах, и разогнанных Сейчас вы видите данные, полученные в ходе тестов Напомню, что по ссылке находится текст обзор Там можно посмотреть графики более детально Кулер Мастер Hyper D11 Black Edition При невысокой стоимости Предместировал высокую эффективность отвода тепла И низкий уровень шума Окраска в черный цвет явно пошла на пользу Общему визуальному восприятию этой системы отхождения Не она не перекрывает слоты оперативной памяти Поддержит возможную установку второго вентилятора И предлагает широкую совместимость с платформой Intel и AMD С удовольствием обсудим с вами Кулер Мастер Hyper D11 Black Edition в комментариях Всем спасибо и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok